Это старые планы или новые? Или вы привезли новые декорации? Никаких новых планов, те планы, которые опубликованы на сайте. Там ничего не понятно. Что это за новые такие планы? Покажите, что вы сделали. Мой первый вопрос. Каковы были удачи и неудачи планы 2005 года? Каково было обоснование изменений, введение изменений? И каково техническое задание? Мы никто не видим техническое задание. Спасибо. Отвечаю на вопрос. Значит, реализация генерального плана зависит не от того, что начертано на чертежах. Нет, 2005 года где? 2005 года. Я повторяю еще, мы с вами взрослые люди. 2005 года. 2005 года. Не нарушен ни в одной части. Значит, возникли проблемы. Нарушено все. Не нарушено все. Где экономизация? Снос и переселение жителей, живущих в ветхих домах. Я хочу... Еще раз. Только две территории. Две территории предназначены для многоэтажного жилищного строительства. Это Северное Лукино за Щелковским шоссе, новый микрорайон. И дивизия Держи... Это не дивизия. Микрорайон Заря. Микрорайон Заря. Эстакада над лесом. Над лесом. Не по лесу, а над лесом. Эстакада. Дальше. Там охранная зона. Будет построено депо. На депо нужно 8 гектар. И транспортно-пересадочный узел. Для того, чтобы... Где ты больше разумеешься? Рядом с кладбищем. На Новском... Около Новского кладбища. У меня здесь четвертое поколение растет и учится в этой школе. Меня интересует, что будет с нашей рощей Дубовой, это раз. Что будет... Прослышался такой вопрос. Расширение Вишняковского шоссе. На основании чего и для чего это нужно. И что значит точечная застройка семиэтажных домов. Вот я хотела бы узнать, что это такое и для чего это делается. Значит, первое. Расширение Вишняковского шоссе. Не знаю, кто из вас сказал этой даме. Никакого расширения Вишняковского шоссе. На плоде на вашем это видно. На плоде у вас. На плоде. На плоде на вашем... Расширение Вишняковского шоссе на ближайшие 10 лет не планируется. Что касается рощи. Что касается рощи, в деталях я не знаю. Вы проводите... А такой вопрос. Вы только что сказали, что по улице Школьной ничего строиться не будет. Ну... А как, вы только что сказали, что не планируется многоэтажных застройки. Не планируется. Не планируется в Салтыковке. По улице Школьной я сказал, что как раз сейчас вносятся изменения в генплан для того, чтобы привести в соответствие то, что по Салтыковке. Тогда у меня вопрос. Мы особо охраняемые природные территории уже не охраняем. Да? Отвечу. Особо охраняемые природные территории на территории городского округа Балашейка, национальный парк Лосинный остров. Других территорий, особо охраняемых. Есть особо охраняемая еще природная территория. Это Пехра Яковлевская, там, где расположена церковь. Огоньки. Огоньки. И территория Красной Розы. Красной Розы. Но она как особо охраняемая не записывается. Она как памятник культуры. Так вот я вам скажу, что Салтыковский лесопарк это особо охраняемая природная территория. Если вы не знаете. Это было. У меня этих постановлений куча. Подписано еще Громовым. И в 2009 году. И не надо нам рассказывать, что это не особо охраняемые природные территории. Если вы сейчас официально заявляете об этом, то мы просто встретимся в суде. Это особо охраняемые территории. Вы уже их продали. Вы лишили наших детей футбольного поля. Вы его продали Брынцалову. Там сейчас уже семиэтажное здание. Жилой комплекс. Где наши дети должны играть в футбол? Вы на какие-то садики рассказываете. Школы. Которые в принципе нам в лесу не нужны. Оставьте нам лесопарк. У нас больше уже ничего нету. Оставьте. Не нужны нам там многоэтажки. У нас даже канализации нет. Куда будут гадить эти люди, которые там будут жить?